Сама из Мариэлл решила выбрать Татарстанский ВОЗ. Дарья Маякова хочет поступать по направлению водные биоресурсы и аквакультуры в Энерго-университете. Решила приехать сюда, узнать обо всем, что здесь есть, какие направления. В Энергетическом университете стало больше бюджетных мест, как на бакалавриате, так и в магистратуре. При этом выросла и цена обучения. Лидерами у нас по-прежнему остаются такие направления подготовки, как электроэнергетика, теплоэнергетика. Достаточно хорошо поступают, там бюджетных мест поменьше, конечно, это информационные технологии. В КФО приемная кампания уже идет 4 дня. Пока документы подают те, кто не успел сделать этого в прошлом году. Либо будущие магистранты, либо выпускники техникумов и колледжей. Абитурентов в КФО пока не очень много, потому как выпускники аттестаты уже получили, но результаты ЕГЭ пока неизвестны. Наплыв желающих подать документы ожидается в начале июля. Всего в этом году на ВУЗы Республики выделено 16 531 бюджетное место, меньше всего на гуманитарной науке. Все нововведения озвучил сегодня министр образования Республики. Рафиз Бурганов отдельно отметил и категории по квотам. Особая квота для детей и инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, сирот и других категорий. Устанавливается ВУЗом в объеме не менее чем 10% от общего объема бюджетных мест. Следующая это квота целевого приема. Далее на места в рамках контрольных цифр за вычетом особый и целевой квот. И в рамках договоров об оказании платных образовательных услуг. Любой абитуриент может подать свои документы в 5 российских ВУЗов в каждом, из которых выбрать 3 интересных ему направления. Альбина Слагараева, Марат Зайдулин, ТНВ «Казань». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова